Мы должны с вами обсудить проект постановления правительства Российской Федерации по определению обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервированной максимальной мощности. Знаю, что этот проект достаточно давно уже обсуждается. Принятие указанного постановления может вызвать необоснованное увеличение расходов организаций на электроэнергию, что, вероятно, приведет к крестному укрепшению их финансового состояния. Причем, в первую очередь, могут пострадать предприятия, находящиеся на стадии роста или испытывающие временные трудности, связанные со снижением объема производства. Например, по данным энергоизготовой компании города Оренбурга, которая она предоставила правлением Оренбургского союза промышленников и предпринимателей, необходимость оплаты за 5% резервированной максимальной мощности угробных промышленных предприятий приведет к росту их оплаты за услуги по передаче электрической энергии в среднем на 143%. Также, по их оценке, при переводе к целевой модели в 2025 году, при 100% на оплате резервированной мощности расходы крупных предприятий области увеличиваются ориентировочно на 3000%. Эти цифры также можно проецировать на предприятия Саратовского региона. Это будет нагрузка и на потребителей, это будет нагрузка и на предпринимателей, это будет нагрузка и на бюджет, тоже в том числе на бюджет всех уровней поселений и областной бюджет и так далее. То есть, стоит действительно много предприятий, вот в частности, можно провести в качестве примера, там тоже самое СЭПА, да, СЭПА-СЭМ, у них вроде бы объемы шли-шли-шли, раз потихоньку падает ситуация. Объемы заказов практически сейчас снижаются, заказы, то есть они будут платить за излишний резерв мощности. И вот это как раз ситуация, вместо того, чтобы помочь, как-то стимулировать выкарабкаться из этой ситуации, мы вот этим постановлением можем им дополнительно предложить, скажем так, вот свиньем. Вопрос этот не на пустом месте родился. Говорить о том, что сейчас вот эти мощности, они бесплатные, теперь они станут плавными, это неправильно. Как у вас в вашей репрессентации формула представлена, из нее совершенно очевидно, что сейчас за неиспользуемые мощности фактически платят те, кто мощностями пользуется, потому что все эти затраты, они не стареют. Поэтому вопрос этот не на пустом месте по отношению к сетевым компаниям, потребителям, которые используют энергию. Есть некоторое несправедливость. В любое странное постановление, в том виде, в котором он сейчас принимается, оно разворачивает ситуацию ровно наоборот. То есть, на наш взгляд, он будет уже несправедливым по отношению к потребителям, которые имеют резерв мощности и не используются. В части чего? Закон предлагает, воплотить, постепенно отнаращивая тариф за неиспользуемые мощности, либо отказаться, но в то же время, если отказаться от неиспользуемых мощностей, то мощности, за которые, за проседение которых в свое время заплачены деньги, издаются бесплатно. Если потом, как будто, предприятие взрастает, и им снова эти мощности по наносу не придется, за них платить второй раз. То есть, механизм, как-то вот этого, или компенсации, или каких-то рвоз, при подключении много мощностей не предусмотрен. И все это скажется на ценах, которые будут оплачивать население, в конечном счете. И каково, никто не посчитал, ни в Оренбурге, ни в Сарате, какая это будет добавка к бюджету населения. Нужно эту сторону рассмотреть, потому что иначе мы загоним население. Расчет теоретический сделать, почему? Как только вычленяются какие-либо особенные субъекты из любых постановлений, связанных с энергетикой, с чем-либо еще, то возникает обязательно дискриминация на любых рынках. Потому что одни люди чувствуют какую-то стратегию, другие ее не чувствуют. И очевидно, от этого возникает существенная диспропорция. От этого те, кто не чувствует дополнительной нагрузки, начинают использовать ее неадекватно, а другие, наоборот, начинают страдать. Поэтому много раз этот вопрос поднимался по отношению к различным рынкам. Я бы считал, что единообразие должно быть по отношению ко всем видам. Собственности, частным, государственным, муниципальным. Именно тогда все будут единообразно чувствовать, и рынок будет чувствовать свою устойчивость. Хотелось бы отметить позицию, в том числе центрального парада, которую они уже многочислено высказывались по данному проекту. Это, во-первых, введение резерва только в тех регионах, где существует дефицит электросетевой инфраструктуры, чтобы стимулировать тех потребителей, которые не используют свои мощности. И, соответственно, другие потребители, они просто не могут там вводить новые производства в отношении данного рынка. Также вводить на данную плату только те потребители, которые являются крупными. То есть, допустим, на департаменте службы высказывался паром, выживающий пяти никого. Третий момент. Хотелось бы подать внимание на то, что многие крупные потребители являются бюджетной организацией. Соответственно, введение данной платы ведет дополнительные расходы на как бюджет региональный, так и на федеральный бюджет. Да, значит, интересы генерирующих компаний, которые вкладывают значительные средства в развитие, в реконструкцию своих мощностей, передающих компаний, все это оценивается. Но с позицией сложной, понятно, потому что она должна быть согласована, но в общем этот путь не ведет к нужной цели развития экономики России. Второй вопрос. Рассмотрим отмены НВД и ФСН для предпринимателей, которые осуществляют реализацию маркировки товаров. Ну, если мы будем сравнивать с единоналогом на меня на этот год, альтернатива существует на сегодняшний момент в Российской Федерации такого простого и невысокого налога не существует. Ближайшая это упрощенная система налогообложения, это два вида 6% оборота, либо доходы минус расходы. То, что касается невозможности при маркировке товаров, введения деятельности, перехода на покупательную систему налогообложения, тоже невозможно, ввиду того, что при отсутствии наема рабочей силы маркированный товар на торговать в ТРЗ. В отличие от первого вопроса, здесь уже не утверждены новые нормы налогового кодекса, поэтому наша задача минимизировать их. И если есть предложение по изменению законодательства, по минимизации проблем, то их мы, соответственно, готовим. Первый января 2019 года у нас налогоплательщика, которые стоят на всех системах, на специальных режимах, 78 993, в том числе ЕВД 35 398, упрощенная система налогообложения 39 408, единый суть постналога 2843 и патентная система налогообложения 1444. Ну, то есть, мы считаем, что это будет у нас запросить. Могу только сказать, что на сегодняшний день Федеральная налоговая служба нам пока не дает никаких конкретных разъяснений по работе с малым бизнесом в части подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения или на общую систему налогообложения. Поэтому на всех площадках, на которых мы сейчас выступаем, мы говорим о том, чтобы предприниматели, налогообложительщики подавали заявление на переходе на упрощенную систему налогообложения до 31 декабря 2019 года. То есть, если налогоплательщики, которые будут реализовывать товары, которые у нас подвергаются в маркировке товаров с 1 марта, как сейчас говорили, с 1 июля, они до этого времени будут использовать систему налогообложения ЕМВД, а уже с 1 марта, соответственно, и с 1 июля, если они до этого нам подали заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, они спокойно перейдут на эту систему. Если они этого заявления не подадут, то тогда при такой ситуации они будут вынуждены использовать общую систему налогообложения, которая для них, конечно, сложна. Мы видим в целом ухудшение ситуации, очевидно, потому что те 35 тысяч малых и средних предприятий, которые находятся на системе ЕМВД, они работают, естественно, с населением. То есть это не те лица в основном, которые работают юридически на лице. Что мы видим у населения? Мы видим о том, что у нас в 2015-2016 году есть падение практически по России в среднем на 10% покупательной способности. Сейчас последние два года этот рост происходит на уровне 1,5% в год. То есть вернулись мы на минус 8% от того, что было в 2014 году. То есть это говорит о том, что покупательская способность по-прежнему не восстановилась, и эти предприятия по-прежнему находятся в суровых условиях снижения своей доходной части. В расходной части мы видим, что все эти предприятия получают дополнительную нагрузку. в виде дополнительных коммунальных протяжей, в виде онлайн-касс, которые сейчас пришли. Сейчас в виде дополнительных переходов на новые налоговые режимы. Это тоже. И дальше мы видим, что ситуация, проекту, видимо, придется выбирать между тем, какие действительно послабления делают для этих предприятий, или же смотреть на то, что будет стабилизировано количество этих предприятий, или же уменьшаться. И третий вопрос для обсуждения мер по соблюдению законов прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Санскобласти при привлечении к уголовной ответственности. До 9 месяцев текущего года ко мне выступило 58 обращений по вопросам уголовного процессуального характера. На сегодняшнюю дату их уже 72. 58, которые было 9 месяцев назад. 18 из них это по вопросам в основности избрания меры пресечения в виде заключения под страж. Есть обращения, их три было не согласно с приговором суда, 3-4 процессуального нарушения в ходе доследственных проверок предварительного следствия, в том числе 6 это обоснованно соблюдение сроков доследственной проверки, 9 это сомнение в наличии оснований для возбуждения уголовного дела, 7 необоснованное нарушение разумного срока следствия, несвоиминальное рассмотрение кадат, 9 изъятия необоснованного длительного удержания предметов в ходе доследственных проверок производства следственных действий, в общем большое количество жалоб и госпроизводителей на уголовные преследования. Именно по статье 6-й, 159-й, из-за похищения бюджетных средств полученных в качестве меры государственной поддержки. Понятно, что не все заявления, которые поступают, они поступают в работу, у нас есть и реальные преступники, и реальные мошенники, которые получают государственную поддержку, государственные денежные средства, непосредственно выполняют ту работу, которая должна быть сделана, поддержка связанная с использованием земель, когда они не обрабатывают, деньги получили, использовали по собственному значению. Мы не рассматриваем такие обращения, и, собственно говоря, не такого ни одного, и два было, а мы отказали. Мне хотелось бы узнать, по вашему мнению, в чем проблема? В коллизии уголовно-процессуальных законодательств, в коллизии тех документов, которые мы подписываем с Минсельхозом России, потому что я могу сказать, что мы каждый год порядка 2,5-3 миллиардов рублей получаем помощь, и, кстати, мы всегда входим в тройку регионов, которые получают действительно помощь. Я сейчас по субъекту не скажу, сколько у нас получают, но достаточно большое, огромное количество предпринимателей, всех хостоваропроизводителей. Поэтому деятельность, конечно, не показательность, но все равно, правильно вы говорите, отталкивает людей от получения субсидий. Но все-таки вот в этом отношении. Ну, расходы непоседарственных средств всегда вызывают определенные интересы, и контроль необходим, как или иначе, по данному управлению. Контроль осуществляется. Другой вопрос, именно право применения, право применения использования и применения того законодательства, которое на сегодняшний момент, может быть, в рамках возбуждения вот этих дел гораздо проще, то, о чем я говорил, гораздо проще возбудить дело. Оно может длиться и год, и два, и три, оно вялотекуще, не всегда доходит до суда. И, в принципе, в докладе выполномоченного при президенте говорится о том, что дело возбуждается много, до суда доходит мало, а за этот период времени, по большому счету, идет умывание именно вот этой части предпринимателя. Потому что усилий затрачивается много в сфере защиты и самого предпринимателя, много и нервных, и финансовых затрат, которые несутся. Поэтому, если уж применяется такая жесткая мера в отношении предпринимателя, нужно применять, ну, наверное, более грамотно, период использовать до следственной проверки и подготовки до возбуждения уголовного дела непосредственно в отношении предпринимателя. А вот если возбуждаете уголовное дело, оно должно быть более точный характер и должно соответствовать той статье, которую можно было бы привлекать. Если это действительно не мошенничество, а какая-то растрата, либо не целевой использование денежных средств, то это другая статья и с другими последствиями. И так далее. И так далее. И так далее.